По данной лестнице он поднялся на второй этаж, после чего прошел в помещение гостиницы. И сел на диван, дожидаться администратора. Женщина в тот момент ушла в котельную подкинуть дров. Когда вернулась, парень, угрожая молотком, потребовал ключи от всех помещений. Однако, даже не пытаясь ими воспользоваться, взломал отвертый кабинет директора и похитил постельное белье. Видимо, посчитав, что этого мало, снова вышел на улицу, выбил окно в кафе и забрался на кухню. Находясь уже там, появился на цехе, открыв холодильник и похитил из них продукты питания, которые находились в холодильниках, а также картофель, мешок. Далее, снова угрожая администратору, потребовал вызвать такси. Женщине удалось обмануть вора. Взяв руки трубку, она лишь сделала вид, что звонит по телефону. Потом сказала, что машина подъехала. Как только подозреваемый переступил порог, она закрыла дверь и набрала 02. Полицейские приехали через несколько минут. Осмотрели место преступления, нашли отпечатки обуви и, самое главное, следы волочения мешков. Пройдя по этим следам волочения метров 200, на территории производственной базы был обнаружен лежащий на обочине дороги молодой человек. Молодой человек очнулся, посмотрел на нас, был изрядно удивлен. Картошку и салаты он так и не успел донести до дома. По пути просто упал в сугроб, да так в нем и остался. И даже во время задержания, чтобы согреться, попытался залезть в теплую патрульную машину. В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Кстати, раньше он уже был судим за кражу и гон автомобиля. И, возможно, причастен к другим преступлениям. Всех пострадавших от действий этого молодого человека полицейские просят позвонить по телефону 02. По факту этого разбойного нападения возбуждено уголовное дело. Скоро оно будет передано в суд. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы. Александр Устинов, Новости Вологды. При поддержке пресс-службы управления МВД по Вологодской области. Продолжение следует...